так сейчас будем скручивать заново соединение она в принципе относительно неплохо относительно опять же бывает еще хуже соединение здесь да как скрутка бывает хуже но сейчас и для вас специально и чтобы быть уверенным я все равно эту скрутку поменяю но бывает такое тоже в практике что вот эти вот примеру жилы да они могут быть старыми и не функционируют у меня был 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 уже такое что приходилось просто по этой значит трубе гофре да где все габеля идут мало слабо . магистраль приходилось мне новый кабель его получается забрасывать туда вытягивать уже оттуда получается где квартиры там где другая щитовая в общем ну поняли да в общем поменял просто кабель другой потому что жилы были старые но тот но так как здесь жилы сама эти пена как бы не старая да видно по ней так что просто соединение сделаю не покажу так относительно правильно бывает еще пайка это она вообще будет монолитная да пайка вот бывает и и делаю да вот сама пайка вот это она как бы этот я так понимаю что это просто накален накаляется сталь так которая вот непосредственно в самом устройстве да и потом уже ты с чем-то разбавляешь и в итоге она превращается как в одно целое да будто бы и соединений нету вот в чем прикол пайки да но пайки у меня нету я буду ее максимально правильно буду скручивать и так сейчас 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 отрежем эти жилы да есть запас можно принципе вот эти обрезать чтобы не мешались чтобы не мешались так и залезет и изоляционный этот оплетка тоже удаляем принципе можно вот так даже сделать сейчас все заново буду делать да уже полностью раз то есть это получается у нас с квартиры идет одна и типишка до 4 жилка идет пошла пошла и в кабанет туда вот уходит а это идет непосредственно на плинт плинт видать внизу вот видите гофра гофра здесь и UTP уходит вниз значит плинт внизу вот идем вниз это UTP-шка была же вниз шла по гофре теперь идем вниз так что мы видим вот с гофры идет UTP-шка но она может быть и не одна идет нужно тоже смотреть видите но пока вижу только ее одну бывает такие двери туда там с другого этажа тоже нужно его прозванивать находить лайфхак у меня как найти кабель у меня есть уже на канале на одном из каких-то каналов тащи жизнь либо спортивный жигет так вот куда он идет вот на второй плент ой на второй порт вот собственно один плент здесь и какой-то абонент еще на первом пленте но не факт что он действующий и так что нам нужно сейчас будем зачищать сами жилы так берем вот такой сплиттер его сплиттер и стрипер и вот как правильно зачищать есть все так и немного казахского языка подучим мальчик нас спрашивает ну сын абонент али стиватся бы али еще али еще стиватся бы делаете еще делаете я сказал я стиватом я да то есть я это без меня не никакой двухмысленности нету да обычная да да я стиватом да работаю да делаю да делаю да делаю будет вернее я стиватом да делаю берем большой палец прикладываем сюда один сюда вот и так зачищаем также со второй раз два три вот сама оплетка так это первая получается первый кабель теперь второй точно так же раз и два соединяем так возвращаемся к нашему мальчику а нашим гает но нашим мама она мама да коротко а наша мама а кольта алкетерик по кольте ключ тоже без изменения ключ будет ключ то есть как и в русском языке ключ так в казахском кельт кельт ключ а нашим а кельт алкетерик каллуб взять китерик по уходить то есть понимаете да возвращается предложение а нашим ключ, взять, уходить, спрашивает вопрос или оставить может быть он хочет оставить там может маме потребуется ключ вот он спросил то есть а нашим ключ взять и уходить дословно одновременно, одновременно должны крутиться видите одновременно не вот так да одна только одну крутите а одновременно вместе вместе закручивать получается соединение вот это эти кабеля как бы имитируя пайку конечно это не пайка пайка говорю уже как монолит идет если испавить прям вот эти кабеля но здесь как бы имитация такая пайки да но все равно это не то конечно так с другой тоже с другими жилами также вот раз два все одновременно старайтесь чтобы они были видите как что здесь что здесь одинаковые жилы и оплетки видите я оставил раз раз все вместе вместе жилы вот эти вместе крутятся вот можно вот так держать да вот раз подержали чтобы было удобнее раз в принципе вот столько наверное пойдет размер скрутки здесь почти так же да и удаляем верхушки здесь так же и и это еще не все берем значит кспв а именно нам нужна изоляция вот эта оплетка чтобы вот выбираем по размеру да то есть вот вот отмеряем раз в принципе можно но нет с другой стороны также два раз все и вставляем его уже непосредственно на самоизоляцию этой скрутки поняли да чтобы максимально эти жилы не соприкасались что даже почему не соприкасались потому что бывает здесь повреждение где-то да вот можно не доглядеть в каком-то кабеле и вот это изоляция чтобы они не сталкивались не контактировали с друг другом да потому что есть такое понятие как короткое замыкание просто может это все замкнуть и выйти из строя ну и потом сейчас давайте уже доделаю также отмеряем и со второй да раз так полуокругленно прошлись лезвием поделаем так же со второй группой жил и крутите его накручиваете на как и закручивали вот по ходу движения да не вот так да на встречку чтобы они раскрутились да понимаете кабеля а по ходу движения как и закручивали ну и потом можно на изоленту куда-нибудь раз раз замотать и все берем саму изоленту значит так взяли изоленту примерно вытягиваем сколько вам нужно это даже много будет отрезаем да потом такую уже и вы так будете да не отрезая будете накручивать но это не удобно с такой вот значит изолентой да вот таким вот с такой пачкой да накручивать накручивать на вот эти жилы ну как бы неудобно да лучше возьмите отмерьте сколько вам надо примерно да и все так все вот так так раз и в натяжку немного давайте два и три в принципе можно полностью но она так и так не будет задевать сейчас перекрассируем его обычно обычным ключом значит крассировочным покажу сейчас вот такой вот ключ наверное все знакомы ну начинающие наверное лучше осведомлять что это такое ну вдруг да конечно я смотрю вот он держится вроде надежно да бывает такое что бывали у меня редко конечно но там чуть заденешь и она вылетает как бы просто вроде бы не вылетела да визуально но она контакты уже теряет да и и будто бы она она просто висит да но с виду видно что что она как бы закрассирована но на самом деле она не плотно сидит на парте значит сейчас будем бывало такое конечно редко но сейчас будем просто для перестраховки перекрассирую ее не забываем на каком порту они сидят выдергиваем и заново все перекрассировываем ведь и заново берем чуть ниже и заново крассируем раз так вот это мешается два можно еще раз раз два лишнее убираем лишние остатки еще раз может о надежности это не 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 не